друзья всем привет с вами снова есть добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня на канале у меня будет обзор на полноразмерные наушники беспроводные наушники с активной системой шумоподавления от компании пикан я думаю что мало кто из вас слышал о таком бренде но по крайней мере я слышу о нем впервые и когда представитель этой компании обратился ко мне с просьбой снять обзор на наушники я собственно говоря долго думать не стал и отказываться тоже он мне сказал что я могу говорить абсолютно все я хотел бы поделиться с вами своим мнением относительно этих наушников спустя две недели использования поставляются наушники в довольно большой коробке вот такая вот огромная на коробочке нарисованы именно те наушники которые вы получите в данном случае это серебристый вариант но они бывают разных цветов и расцветок есть вполне себе веселенькие голубые розовые белые но и классические черные ну а в коробке вы найдете кейс наушники находятся вот здесь вот и это действительно очень удобная сумочка для переноски и транспортировки чем же собственно говоря эти наушники выделяются среди огромного однообразия подобных устройств но начнем того что производитель заявляет какую-то сумасшедшую если не рекордную автономность до 120 часов проигрывания на одном заряде но могу сказать так что за эти две недели мне не пришлось ни разу заряжать наушники хотя я активно их тестировал и использовал с двумя своими устройствами со смартфоном и со своим ноутбуком они поддерживают подключению сразу к двум источникам так что нет необходимости переключаться если допустим вы сидите за компьютером и поступил звонок вы сможете сразу же ответить не снимая наушники действительно очень круто если открыть коробочку то вот таким вот образом выглядит комплект здесь у нас находится инструкция по подключению но и краткое руководство правда русского языка тут нету но все остальные европейские языки китайский имеются также здесь вы найдете вот такую вот коробочку в которой находятся все необходимые аксессуары здесь у нас кабель type-c для подзарядки имеется три с половиной на три с половиной джек в такой вот плотный оплетки очень качественный кабель так что эти наушники можно использовать как беспроводном так и проводном режиме ну и также и я здесь нашел аксессуар который честно говоря впервые вижу в комплектах наушниках но вполне возможно это рядовое событие я просто такого раньше не встречал здесь имеется специальный переходник для подключения во время полета на самолете к специальным выходом в креслах у которых вот такие вот переходнички так что вы сможете использовать именно свои полноценные наушники они как правило дешевые бесплатные которые раздает авиакомпании это очень прикольно хотя я уверен что не так часто придется этим аксессуаром пользоваться ну и сами наушники смотрятся довольно неплохо хотя вот в этом серебристом цвете я бы сказал что смотрятся они немножко дешево я бы предпочел более классический темный вариант ну или цветастые синий и розовый мне кажется тоже бы смотрелся гораздо приятнее но материалы здесь неплохие понятное дело что в основном это пластик в районе амбушюр находятся у нас металлические крепления но и сами амбушюры довольно большие здесь у нас 40 миллиметровые драйверы так что наушники действительно очень крупные амбушюры имеют вот такие вот очень приятные мягкие поролоновые прокладки с эффектом памяти на они действительно очень мягкие наушники несмотря на массивность очень комфортно и приятно сидят на ушах долгое время можно в них находиться без какой-то особой усталости также имеется вот такая вот поролоновая прокладочка сверху на дужке в общем нигде не натирает и наушники сидят повторюсь неплохо все органы управления сосредоточены у нас на наушниках на левом наушнике есть кнопочка 3d которая переключает режимы звука вокруг да да друзья здесь у нас есть несколько режимов пространственного звука ну или как называет компанию спешил аудио здесь у нас есть режим 3d звучание ну и режим head tracking когда наушники будут следить за поворотом вашей головы это особенно заметно когда вы допустим играете в какие-то игрушки поворачиваете голову и будете слышать все что происходит вокруг вас это действительно очень прикольная фишка и опять же я с таким сталкиваюсь впервые ну и на левом наушнике большая часть органов управления здесь у нас и микрофоны и три с половиной миллиметровый джек для подключения провода и тайп си и россыпь кнопок здесь у нас имеется кнопка включения выключения кнопочка плюс-минус для переключения громкости и треков ну и кнопочка эй энси это как раз таки активное шумоподавление и светодиод который собственно говоря загорается когда мы используем шумоподавление либо его отключаем но вот сейчас он горит зеленым цветом ну и как обещает компания наушники поддерживают шумоподавление до минус 50 децибел но могу сказать по опыту использования в течение этих двух недель что такие вот назойливые звуки которые вы можете слышать допустим шум вентилятора кондиционера шум компьютера или ноутбука если допустим кто-то пылесосит если вы находитесь на улице то есть вот такие вот на звуки города в принципе отсеиваются неплохо нельзя сказать что вы полностью их не слышите но на слышите их гораздо меньше в том же метро я несколько раз проехался в наушниках могу сказать что появляется какое-то такое давление на уши то есть наушники пытаются справиться с гулом метро но с переменным успехом в принципе кое-какие шумы отсеиваются но вы все равно ощущаете что находитесь в поезде также здесь есть режим прозрачности на вы можете по нажатию на кнопку nc выключить режим шумоподавления то есть будут просто наушники по второму нажатию вы включаете режим прозрачности и тогда собственно говоря за счет пяти микрофонов которые находятся на наушниках будет подмешиваться звук в помещении к вам в наушники и вы сможете не отвлекаясь не снимая наушники с кем-то поговорить ответить на вопросы и так далее работает эта штука нормально но в принципе если у вас играет музыка на высокой громкости то все равно придется звук сбавить иначе вы можете не расслышать человека с которым пытаетесь говорить для того чтобы настраивать наушники и переключать режимы эквалайзера в которых здесь 16 штук также переключать режима активного шумоподавления нужно установить приложение на ваш смартфон русского языка в приложении к сожалению нету есть только китайский английский но это в принципе не проблема мне кажется здесь все довольно понятно при подключении в приложении у вас она спросит какие наушники включить ну и в данном случае пикан f6 но и здесь мы видим ряд переключателей можно включить игровой режим low latency mode на он особенно актуален для геймеров чтобы была самая низкая возможная задержка но естественно это немножко влияет на качество звучания есть также режимы эквалайзера которых довольно большое количество плюс можно настроить свой персональный и сохранить его также есть режим диноз это как раз таки активное шумоподавление и здесь есть режима нормальный шумоподавление режим прозрачности но и плюс в режиме шумоподавления можно включить насколько сильно будут отсеиваться шумы но справедливости ради могу сказать что это не очень сильно влияет на общую картину и на то как вы слышите или не слышите шумы есть режимы low middle high соответственно низкий средний высокий и адаптивный вот как раз таки адаптивный режим мне показалось работает лучше всего именно когда вы находитесь на улице либо же в том же самом метро такое впечатление что наушники постоянно пытаются определить уровень шума и подстраиваются ну насколько это возможно под условия окружающей среды так что я использую всегда наушники именно в режиме адаптив ну и что касается звучания я могу сказать что мне наушники действительно понравились здесь довольно неплохой я бы сказал такой полный звук то есть вы явственно чувствуете как высокие так и низкие частоты ну и серединка тоже не теряется естественно с помощью эквалайзера можно подкрутить те частоты которые вам нужны больше всего для фанатов басов можно выкрутить их настолько сильно что ну реально будет раскачивать очень неплохо но я предпочитал если честно слушать музыку именно на стандартном режиме без эквалайзера мне этой стандартной настройки в принципе всегда хватало но не знаю как вам показать качество звучание и громкость давайте я поднесу сейчас наушнички к микрофону ну и попробуем уловить как собственно говоря они звучат сейчас музыка звучала не на максимальной громкости примерно на 70 процентах и я могу сказать что в помещении это уже избыточная громкость я предпочитаю слушать наверное на 35 40 и не выше особенно если включена система шумоподавление но что касается цены здесь есть ряд непоняток потому что в зависимости от маркетплейса и магазина цена может отличаться на порядок на том же озоне их продают примерно за 12 13 тысяч рублей что как мне кажется очень и очень дорого на том же амазоне допустим они продаются за 70 баксов то есть в районе 7 тысяч рублей но она алиэкспресс цена постоянно плавает в зависимости от распродаж промокодов и так далее ценник стандартных в районе 9 тысяч рублей что опять же на мой взгляд но немножко многовато как мне кажется но она распродажах я видел их в районе четырех с половиной тысяч рублей что как мне кажется и является справедливой ценой за эти наушники это именно тот ценник за который вы их купите и точно не пожалеете о своем выборе на семья буду заканчивать надеюсь вам понравилось пикан f6 у меня был сегодня на обзоре с вами была из подписывайтесь на канал ставьте лайк всем пока